Микс Ньюс Программа Разворот, мы в прямом эфире, меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин, гость сегодняшней программы, председатель Латвийского профсоюза строителей Евгений Сервудс, здравствуйте. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Ну, между прочим, видеть нас тоже можно, если вы откроете видеочат на портале Микс Ньюс ЛВ, то станете и телезрителем нашей программы. А звонить нам можно по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9, а в том видеочате, о котором я уже сказал, можно писать сообщения. Мы сегодня поговорим в первую очередь о том, что представители строительной отрасли готовятся подписать так называемое генеральное соглашение, о котором идут дискуссии уже довольно длительное время. И это соглашение предполагается, что оно позволит повысить минимальную зарплату строительной отрасли до 780 евро, также изменить минимальную ставку в час, установив ее в размере 4 евро 67 центов. Насколько готово это генеральное соглашение, и представители готовы к подписанию этого документа, Евгений? Ну, как вы знаете, строительная отрасль – это отрасль, которая у всех на виду. Вот те люди в касках, которые ходят на строительных площадках, в спецовках – это все строители. И вот таких людей в народном хозяйстве работает более 30 тысяч человек. Достаточно внушительная цифра. И если взять общее количество людей и специалистов, которые косвенно связаны со строительством, то тут сумма будет даже гораздо больше. Это более 50 тысяч людей, которые непосредственно или косвенно заняты строительным производством. Это и работающие непосредственно на строительных площадках, это люди, которые производят строительные материалы и осуществляют строительно-монтажные специальные работы и так далее. А это количество, простите, оно летом возрастает резко в связи с тем, что берут часто… Часто это бывает неофициально, но это не секрет, что берут молодых людей, или эта практика понемногу уже отходит? Ну, эта практика, наверное, понемножку отходит, но в любом случае, в летнее время, когда длительность светового рабочего дня достаточно высокая, конечно, хочется… Погодные условия позволяют. Погодные условия позволяют, конечно, хочется выпадать максимальное количество объема работы, и поэтому сезонность, она присутствует. Ну, может быть, не в такой степени, как в других странах, но она есть. Что касается генерального соглашения, вот почему оно не принималось до этого, и в чем вызвана необходимость, и, похоже, что достаточно острая необходимость в том, чтобы принять этот документ? Ну, хотелось бы пояснить радиослушателям, вот что такое генеральное соглашение. Ну, вот такое количество людей, которые работают, связанное со строительством, вот все их трудовые отношения в первую очередь регламентируются законом о труде. То есть каждый работающий, он заключает индивидуальный трудовой договор, там определены его обязанности, тарифные ставки, и он выполняет свою работу. Но, как вы знаете, строительство – это труд коллективный, поэтому предусмотрено еще как дополнение вот к существующим трудовым договорам. Это возможность заключения коллективных трудовых договоров и возможность заключения генерального соглашения между работодателями и непосредственными исполнителями работ. Что касается коллективного трудового договора, то есть возможность заключать его на предприятии, то есть это договор, который касается непосредственно юридического лица. Там могут определены положения, которые регламентируют какие-то общие требования. Пример можете привести? Пример, ну, это, например, что касается оплаты труда. То есть может определена минимальная тарифная ставка для предприятия, может определено нормативы суммированного в рабочее времени, вопросы отпусков, вопросы каких-то преференций для работающих. Но для этого нужно как бы две стороны. С одной стороны, выступает работодатель как организатор и ответственный за всю организацию труда. А с другой стороны, это наемный работник, который как бы имеет какие-то свои коллективные необходимые требования, может быть, там и вопросы, которые необходимо решать именно в коллективе. Да, но вот эти суммы, которые обозначены в Генеральном соглашении, минимальная зарплата в 780 евро и минимальная ставка 4,67. Насколько они удовлетворяют строителей? И вот почему именно эти суммы были установлены? Вы знаете, если, допустим, взять среднюю заработную плату, которая вот сейчас существует в народном хозяйстве, то есть в общем народном хозяйстве, это в настоящее время 910 евро. А средняя зарплата в строительной отрасли – это 865 евро. Конечно, многие радиослушатели скажут, ого, какая там высокая зарплата, вы знаете, как бы достаточно высокая, о чем еще говорить, как бы все хорошо. Но дело в том, что эта зарплата усредненная. Если взять по категориям работающих, к сожалению, больше трети занятых в строительстве, это в основном непосредственно работающие, ну, как бы на невысоком квалификационном уровне, у них заработная оплата, ну, сравнимо с минимальной и чуть выше минимальной. То есть? Ага, то есть для этой категории работающих заработная, тарифная ставка, заработная оплата в месяц, сейчас вам даже скажу немножко поточнее. Да, я пока напомню, телефон на прямого эфира 672-12-93-9-672-13-93-9, прямой эфир, звоните и пишите в видеочате. Ну, вы можете обозначить приблизительную сумму. Вот, значит, порядка 40% занятых в строительстве получают заработную плату на бумаге от 370 до 700 евро. Вот, и лишь небольшая часть, это порядка 26%, получают заработную плату свыше 700 евро. А кто эти 26%? О каких должностях мы, в первую очередь, говорим? Ну, это должности, которые подразумевают высококвалифицированный труд. То есть это, ну, специальность тут порядка у нас больше 200, ну, это могут быть строительные техники, это Бовдарбов, это руководители строительных работ. Это руководство, одним словом? Ну, нельзя сказать, что руководство. У нас, как бы, прораб – это, в принципе, тоже нанятый работник, у него, как бы, достаточно высокая ответственность, и, соответственно, заработная плата у него повыше, чем у, ну, Пал Экстрадника. Ну, да, черно-рабочего, можно сказать. А из 30 тысяч приблизительно, или 100%, какой процент занимают вот люди, которые получают достаточно, как мы уже выяснили? Какая часть это примерно? Из этих, ну, вот, порядка 26% получают, ну, как бы, соизменимую заработную плату. Только четверо, да. Каковы последствия того, что вот эти остальные 75% получают недостаточно или немного? Как это отражается на самой строительной отрасли? Вот, само это генеральное соглашение. Что оно имеет в виду? Это соглашение, которое заключает между собой объединение работодателей и объединение работников с целью, чтобы устранить нечестную конкуренцию в строительстве, чтобы упорядочить организацию труда в строительстве, сделать строительную отрасль более прозрачной. Вот. И что значит нечестная конкуренция? Вот, как вы знаете, есть такой популярный очень термин, там, теневая экономика. Но вот, к сожалению, в строительстве достаточно высокий уровень теневой экономики. Но это отрасль самый серый называют в Латвии? Ну, самый, не самый, но достаточно высокий, более 30%. И понятно, что вот здесь имеется очень много лазеек для нечестной конкуренции. То есть, участвуя в тендерах, в конкурсах на публичные закупки, какая-то фирма может предложить демпинговые цены. А демпинговая цена, она может родиться только в случаях, если можно уменьшить заработную плату, соответственно, уменьшить налоговое поступление. Потому что стоимость строительных материалов и инженерной техники, она примерно одинакова для всех отраслей, для всех строителей затраты. А экономить можно только вот в так называемом социальном демпинге. И поэтому, чтобы такую нечестную конкуренцию уменьшить, вот это генеральное соглашение подразумевает, что часовая тарифная ставка для всех работающих, всех занятых в строительстве, будет гораздо выше, чем минимальная заработная плата. То есть, в данном случае, в проекте генерального соглашения, она определена как 4 евро 67 центов, против 2 евро 70 центов, которые существуют установленным законом минимальной заработной платы. Насколько я понимаю, чтобы это соглашение было подписано, его должны подписать строительные компании, чей общий оборот составляет не менее половины, 50% от всей отрасли строительства. Речь идет о 700 миллионах евро. Подпишут ли? Ну, если мы хотим идти вперед, если мы хотим нашу отрасль сделать конкурентоспособной, то, наверное, другого пути нет, как вот этот рынок строительных работ упорядочить. И я думаю, в этом плане и предприниматели, и тем более люди наемного труда понимают важность этого вопроса. Я думаю, что поддержка в этом плане будет. То есть, ваш прогноз, что подпишут? Или есть те, кто все-таки против подписания? Ну, конечно, мнений очень много, и предпринимателей очень много. А какие мнения тех, кто против? Вот чем они аргументируют свое нежелание подписывать генеральное соглашение? Ну, мы пока этого еще не знаем. Это еще идет обсуждение. Мы не можем сказать конкретные фирмы или те предприниматели по определенным видам работ, которые как бы не хотят. Но я думаю, наверное, это будет. И будет дискуссия о том, что тех сумм, которые определены по сметной стоимости, может не хватить. Понятно, что если мы повышаем тариф часовой по заработной плате, соответственно, должна вырасти и стоимость работ. Но если стоимость работы вырастет, то кто-то опять может оказаться в очень хорошей преференции, то есть те, которые будут экономить на заработные платы. То есть уровень их рентабельности, уровень их прибыли может вырасти. Вот чтобы этого не произошло, если мы повышаем, то повышаем для всех, чтобы там не было возможности демпинговать. Но государство, оно идет в этом плане навстречу и предоставляет какие-то бонусы или какой-то пряник, назовем это так, для тех компаний, предприятий, которые будут участвовать? Ну, государство тоже видит необходимость в том, чтобы вот в этой отрасли, в строительной отрасли была определенная упорядоченность. И это понимание находят и в Министерстве экономики, и в правительстве. Про генеральное соглашение идут дискуссии, как бы все в этом в курсе. Вот и служба государственных доходов тоже идет навстречу. А в виде чего? Ну, помимо концептуального одобрения этих действий, есть какие-то реальные? Ну, реальные есть. Вот, например, служба государственных доходов идет на то, чтобы некоторые затраты, которые косвенно связаны со строительством, чтобы они шли в общие оправданные расходы. Вот, в частности, это организация питания. Вот, сейчас как бы есть такая возможность, что для каждого человека 400-480 евро, по-моему, в год можно использовать на питание работников, и эти расходы будут оправданы. Ну, и в дальнейшем… То есть, их можно будет вернуть? Это предприятие может внести на свои затраты. Да, то есть, на прямые затраты на строительство питания. Если раньше, допустим, питание – это вопрос каждого отдельного индивидуума, вот, то сейчас может быть организовано, как бы, ну, коллективное предоставление, вот, не знаю, там, горячего питания или питания, там, ближе к строительной площадке. Да, простите, я вас перебью, мы сейчас прервемся коротко, буквально две минуты на новости. Мы продолжаем эту программу «Разворот», и наш сегодняшний гость – председатель Латвийского профсоюза строителей Евгений Сэр, вот с телефона прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9, обсуждаем генеральное соглашение, которое представители строительной отрасли готовятся подписать, и которое позволит повысить минимальную зарплату в отрасли до 780 евро, и минимальную ставку за час до 4 евро 67 центов. А правильно ли я понимаю, по крайней мере, об этом вот сообщают СМИ, что после, одним из последствий генерального соглашения будет то, что строителям уменьшат сверхурочное? – Ну, наверное, сверхурочно это немножко ненормально, и, наверное, все люди хотят, и рабочие, и руководители, чтобы мы работали нормальное количество часов в нормальное рабочее время. Но, к сожалению, не всегда так бывает, и сверхурочно они возникают, и они появляются. Я надеюсь, что это тоже подписание генерального соглашения с повышенной тарифной ставкой, оно уменьшит применение сверхурочных работ. – То есть вы за это изменение? – Конечно, за. За изменения, которые позволят уменьшить количество сверхурочных часов. – Но строители не заинтересованы сами в том, чтобы, я не знаю, подзаработать, например? – Ну, конечно, заинтересованы, тоже заинтересованы. Но лучше, наверное, организовать свою работу так, и это заинтересованный предприниматель, чтобы работа выполнялась в основное рабочее время. – А как обеспечить это? – Организации труда. – А если конкретнее? – Соответственно, должны на строительном объекте построена организация труда так, чтобы своевременно были графики выполняемых работ, чтобы генподрядные, субподрядные организации, чтобы они могли вовремя приступать к выполнению своих работ. Ну, то, что называется, как бы, упорядочение строительных работ на площадке. – Высокий уровень теневой экономики, который присутствует в строительной отрасли, мы уже об этом говорили, бороться с ним можно только… Ну, то есть, тот факт, что будет принято, возможно, генеральное соглашение и повышенная минимальная зарплата, это нанесет какой-то существенный удар по серой зоне? Или нужны еще какие-то, с вашей точки зрения, действия, которые необходимы в будущем? – Ну, я думаю, что и общество, наверное, к этому приходит. И чтобы, как я уже говорил, чтобы строительная отрасль была более открыта, более прозрачна для общества. чтобы люди знали, как бы, свою тарифную ставку, знали, сколько они получат в месяц заработной платы, могли бы планировать, как бы, свою будущую занятость, чтобы могли планировать, там, содержание своей семьи. – Ну, это идеальная картина, но сможем ли мы этого добиться только последствием генерального соглашения? – Ну, мы к этому должны стремиться, конечно, здесь… – А какие шаги необходимо предпринять? – Ну, шаги – это… один из шагов – это разъяснение в обществе, вот, то, что работать честно, работать открыто, это правильно, что заработная плата должна быть официальна, что с нее должны, как бы, отсчитываться налоги, и чтобы человек знал, куда эти налоги идут. – У нас, к сожалению, общество налоговой службы, большая часть общества доверяет не очень высоко, потому что налоговая служба любит менять правила игры иногда или вводить какие-то новые правила. – Ну, это есть, это есть, конечно, и… – Как это сочетать одно с другим, в каком случае? – Ну, вот… – То есть, на каком языке? – Ну, это как-то надо идти. На языке бизнеса надо идти. Все-таки, понимаете, когда вот делят предпринимателей наемного работника и ставят их по разные стороны баррикад, это тоже, ну, не совсем правильно. Все-таки конечный результат, он складывается вот из работы обеих сторон. И работодателя, который организует труд, и работника, который должен, как бы, качественно выполнить свою работу, вот тогда можно достичь какого-то результата. – Наденьте наушники, у нас есть звонок радиослушателя. – Добрый день, пожалуйста. – Добрый день. Мне кажется, я сам, как бы, занят в сфере строительства, у меня монтажная компания, достаточно давно, с 94-го года. Мне кажется, что Гуська ставит все с ног на голову, что не предприниматель должен решать вопросы открытости и, скажем, равных условий конкурентности на рынке, а должны быть созданы государственные условия такие, чтобы предприниматели работали открыто. Точностью все-таки наоборот, по крайней мере, так сделано в стивилизованном мире. То есть, если государство правильно ведет налоговую политику, учетную политику, инвалирующую политику, тогда понятные правила игры выгодны для бизнеса, в том числе для строительного, потому что в любой стране строительный бизнес является генератором экономии, двигателем. Он тянет за собой все остальные отрасли. И здесь то, что я слышу сейчас, то, что мы, предприниматели, в тех условиях невозможной жизни, которые создало государство, должны еще над тобой делать какие-то еще усилия, чтобы что-то еще улучшить, мне это очень странно слышать. По-моему, надо начинать с обратной стороны. Спасибо. Спасибо. Вы можете ответить. Спасибо. Ну, я могу высказать как бы свое мнение. Конечно, вот то, что в вопросе было сказано, наверное, не наверное, это точно имеет место. И, конечно, предприниматель хочет быть более свободным как бы в своих действиях. И от государства, несомненно, ждет поддержку. Я в этом как бы полностью согласен. Ну, а что касается вот нынешней темы генерального соглашения... Простите, в данный момент государство эту поддержку оказывает, с вашей точки зрения? Есть контакт? Вы знаете, вот в вопросах обсуждения вот этого генерального соглашения государство оказывает в этом поддержку. Ну, я не могу сказать, что не оказывает, оказывает. Дело в том, что сам этот термин генерального соглашения, он был прописан очень давно в нашем законодательстве, только вот как инструмент этот не использовался. да, государство как бы вот принимая во внимание вот эти либеральность экономики, оно как бы всегда думало, что само собой как-то все утрясется. Вот как бы есть объемы строительных работ, вот есть конкурсы, как-нибудь само собой там все это будет. Но, к сожалению, само собой это не получается, и поэтому вот необходим вот этот переговорный процесс между объединением работодателей. Дело в том, что вот это подписывает это генеральное соглашение объединения работодателей, то есть среди них появляется какой-то консенсус, общие какие-то мнения на эти вопросы, общие мысли о том, как правильно нам построить эти взаимоотношения. Ведь это все-таки общество работодателей, не какие-то конкретные. Конкретная фирма заключает это генеральное соглашение. Вам в профсоюз, вы профсоюз строителей, сами строители часто обращаются к вам в профсоюз за помощью? Или за разъяснением, или за консультацией, за чем угодно? Конечно, может, мы хотели бы, чтобы люди были более активны, но даже если многие регламенты прописаны в законе о труде, к сожалению, очень много нарушений происходит. Но есть закон о строительстве еще, который на протяжении последних пяти лет очень пристальным вниманием был. Есть закон о строительстве, да, но мы сейчас говорим о трудовых отношениях строительства. Закон о строительстве, как бы, он регламентирует строительные работы. Вот. А мы сейчас... Это тоже напрямую зависит и связано с работой. Ну, наверное, все взаимосвязано. Конечно, все. Хорошо. Еще звонок давайте примем, наденьте наушники. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А можно такой вопросик? Вот эта сумма 786, это до уплаты налогов или после? Угу, спасибо. Да, это до уплаты. Там еще вопрос. Да, да, пожалуйста. Да, да, да. И там, получается, если на руки 500 евро, нету с таких цен сейчас. Рабочие не работают за такие деньги. Это опять получается. Ну, вы про каких рабочих говорите? На строительстве. Ну, на какой должности? На какие должности? Ну, все, кто работает в стройке, знают, что на 500, ну, может, самые там подсобные рабочие. Кто, наверное. То есть получают больше? Будет. И опять надо, да, ну, получают все больше. И опять надо будет придумывать, как им платить больше при минимальной 500. И второй вопрос такой, что вот любому рабочему предложи вот тебе 200 евро заплатить налоги или за тебе сдать их так. Он, конечно, выберет так, потому что он за эти деньги и вылечится, и все себе купит, что надо. А так он просто в воздух, он ничего не получит взамен от этих налогов. Спасибо. Вот такая проблема тоже есть. Спасибо. Так, 780 евро до уплаты налогов или после? Да, это до уплаты налогов. К сожалению, с этой суммой еще вычитываются налоги. И на рынке, конечно, он будет получать меньше. Примерно сколько? Но вот эта сумма, о которой говорится в Генеральном соглашении, это имеется в виду минимальная заработная плата. Минимальная. 4,67. Если сейчас посмотреть, какая минимальная заработная плата пишется при формировании сметы на строительство, но гораздо меньше. Что касается того, что люди не будут платить налоги, а захотят в карман класть деньги и использовать потом. Ну, к сожалению, налоги платить надо и... Но я про практику говорю. В теории надо их платить и соблюдать все законы. А в реальности? Ну, наверное, это имеет место быть. Конечно, имеет место быть. Хорошо. Еще одни поправки Минэкономики. Они касаются ответственности вовлеченных в строительство лиц. И Минэкономики хочет сделать так, чтобы установить, определить ответственного за каждый этап строительства. Как вы относитесь к такому предложению? Ну, строительство, оно само по себе, это опасный вид деятельности. И в процессе строительства, и потом в процессе эксплуатации это создаются какие-то здания, сооружения. Они должны быть безопасны для людей. И, естественно, ответственность должна быть. А сейчас как это происходит? И сейчас происходит эта ответственность. Ну, а для чего ты Минэкономики предлагает изменить? Ну, наверное, она хочет эту ответственность, может быть, сделать более конкретной, чтобы она, может быть, относилась к конкретным исполнительным работам, повысить их ответственность за это. Вам кажется это необходимым? Ну, наверное. Вы поддерживаете это предложение Минэкономики? Ну, в принципе, да. Каждый должен отвечать за свою работу. А кто должен быть наиболее ответственным? Вот, например, при осуществлении отдельно взятого проекта поступали предложения сделать заказчика главным ответственным. И также поступала критика по этому поводу, что этот человек оказывается связанным. Ну, заказчик не всегда компетентен как бы в специфических работах. Он и не может полностью взять на себя ответственность. Конечно, у него там есть представители, есть представители технического надзора за строительством, которые должны принять выполненные работы на каждом этапе и поставить свою подпись о том, что эти работы выполнены квалифицированно и качественно. И в дальнейшем будет обеспечена безопасная эксплуатация. Хорошо, еще звонок давайте примем. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. По поводу налогов, вот у меня такое примере есть. У меня есть друзья, которые работают на стройке в Латвии и которые за границей. Все, которые работают в Латвии, они говорят, мы хотим сейчас без налогов, поскольку у них нет уверенности, что в конце рабочего месяца им заплатят. То есть они убирают деньги каждую неделю. А те, которые работают за границей, они не боятся, что вот именно после объекта или там день X у них будут зарплаты. То есть как бы уверенность больше. Ну боятся, если можно, грубо сказать, что их кинут, обманут, поскольку сколько раз такого не было в Латвии за границей. А люди вот там хотят платить налоговку, поскольку есть уверенность, что они получат деньги. По-моему, тут вся проблема. Спасибо. Спасибо. Ну, это к вопросу о доверии к государству и к налоговой службе в частности. Можете еще раз? Ну, здесь, наверное, больше вопрос доверия к работодателю. К сожалению, таких случаев немало, когда человек работает, выполнил свою работу, а в конечном итоге фирма, которую она немала, она не выполняет свои обязательства по заработной плате. Это есть, и достаточно много обращений в трудовую инспекцию государственную по этим вопросам, и обращения в суды. Да, это есть, присутствует. Вот поэтому и идет как бы вопрос вот по ответственности, увеличение ответственности, ужесточение ответственности. Те, которые берет на себя, ну, как бы, право принимать на работу людей, заключать договор, что-то им обещать, а потом не выполнять. Ну, это ненормально. Он должен за это отвечать, конечно. Но вопрос в том, это какое-то частное злонамеренное действие предпринимателя или это условия, созданные в государстве, вынуждающие этого человека так поступать? Ну, бывает по-разному, но, вы знаете, кто-то может справиться и организовать строительный труд, а кто-то не может справиться, но говорит, что он справится и начинает заниматься, обещать, что он выполнит строительные работы, а в конечном итоге не выполняет. Это вопрос компетенции работодателя. Понятно, что выполняя… То есть, построиться можно под любые условия, которые государство тебе строит? Ну, недобросовестные предприниматели существуют всегда. И, конечно, распознать их как бы на первоначальном этапе – это тоже очень важно. И поэтому работодатели, которые вот долгое время на рынке, они, ну, стараются свой имидж сохранить как надежного партнера. А Минэкономики, кроме всего прочего, еще предлагает строителям абонировать строительные стандарты, потому что помимо законов, строители имеют дело стандартами, которых очень много, если брать национальные и общеевропейские, их там тысячи, около пяти тысяч, насколько я понимаю. Их много, но и на все строительные работы тоже стандарты не напишешь. Вот, их много, этих стандартов, но… Но предложение абонировать вы поддерживаете, платить там, по-моему, 30 евро в год предлагает Минэкономика. Я не имею пока такого точного мнения по этому вопросу. Не могу вам сказать. Это, наверное, больше надо спрашивать у работодателей. Давайте звонок примем еще один. Добрый день. Алло, добрый день. Добрый день. Хотел, как бы, прокомментировать. Ваш гость там говорит про ответственность работодателей, да, что они там работникам не платят. Но у нас, как бы, вся эта беда начинает расти с головы генподрядчиков. Вот, и как-то генподрядчики, они очень политизированы у нас. Что вы имеете в виду политизированы? Ну, они большие фирмы, РРЭ, там, РБС, там, СКОНТО, они имеют очень хорошее отношение. РБС КАУСа банкротился, да, по-моему. Но сейчас РРЭ и СКОНТО, там, вот, они имеют хорошую, как бы, протекцию, да. И они берут большие объекты и потом не платят своим подрядчикам по разным, там, всяким причинам, да. И потом начинается уже волна вот неплатежеспособностей и этих кинутых работников, там, строителей и так далее. Спасибо. Главное... Да, мы поняли ваше мнение, спасибо. Вы согласны? И как можете прокомментировать? Да, и это тоже есть. И, конечно, каждый отдельный случай должен разбираться отдельно, но... Тенденция такая есть? Я не могу сказать, что есть такая тенденция, но такое присутствует. Присутствует всегда, это есть. Это требования к субподрядчику, иногда, может быть, это требования, там, завышенные, субподрядчику задерживают выплату денег за выполненные работы, соответственно, субподрядная организация не может выплатить заработную плату работникам. Ну, такое есть, к сожалению, присутствует, и, наверное, это и будет далее. Насколько строительная отрасль страдает от трудовой миграции? Насколько вы это ощущаете? Потому что строительство, это, насколько мне известно, та отрасль, которая в плане трудовой миграции одна из наиболее... Одна из главных, это центральных. Люди уезжают в Великобританию, в Скандинавию, где получают больше и, наверное, имеют лучшие условия. Вы знаете, уезжают, но я не могу сказать, что уезжают прямо вот работать на строительной площадке в качестве строителей. К сожалению, вот выпускники строительных училищ, когда встает вопрос трудоустройства, они выбирают работу, которая приносит больше доходов. И, конечно, он, может быть, учился там 3-4 года на строителя, получил там квалификацию плотника или электрика и так далее. Но, выбирая свою работу, он, прежде всего, ориентируется на заработную плату и уходит работать в любую сферу. Не обязательно в строительную. Да? Давайте еще звонок примем тогда, надевайте наушники. Добрый день. Здравствуйте. Да, здравствуйте, пожалуйста. Я хотел задать вопрос по поводу строительства. Я правильно позвонил? Да, да, конечно, пожалуйста. Вы знаете, суть-то проблемы абсолютная не в этом соглашении, которым тут мистически будут обещаться какие-то зарплаты. А в законе о закупках, который четко говорит, что выигрывает фирма с самой низкой ценой. И сегодня практически много, и не только сегодня, уже много лет практикуется демпинг. С нормальной ценой, там, где можно заложить нормальную, адекватную зарплату рабочим, выиграть сегодня конкурс невозможно. Можно выиграть только по демпингу и потом химичить, каким образом уплатить людям зарплату. Из этого все проистекает. Невозможность уплатить зарплату, потому что ты выиграл конкурс по маленькой цене. Если ты заложишь что-то повыше, чтобы люди могли получить получше, конкурс ты никогда не выиграешь. Это однозначно. И пока не будет нового закона, пока не будут введены нормальные критерии, когда будут оценивать предложения именно с точки зрения адекватности цены, никаких изменений в заработной плате не будет, и люди будут уезжать. Спасибо. Спасибо. Дело в том, что вот это генеральное соглашение, оно подразумевает минимальную тарифную ставку, которая будет определять стоимость строительных работ. То есть 4,67. То есть это уже почти в два раза больше, чем минимальная заработная плата. И эта тарифная ставка должна стать вот той отправной точкой для составления смет. Но для того, чтобы вот этого демпинга не возникало, это должны принять все. То есть все строители должны вот это... Мы их должны убедить. Ну, понимаете, убедить. Убедить, да, должно быть и убеждение. Но если это генеральное соглашение подписано, то оно будет обязательным для всех. Тут не надо будет убеждать. Есть тарифная ставка 4,67. Она должна быть заложена в сметы, в трудозатраты. Ну, конечно, тогда сметная стоимость строительных работ должна, ну, в некоторой степени вырасти. Но она вырастет для всех. Чтобы здесь вот на заработной плате уменьшить возможности вот этого демпинга. Хорошо, время наше, к сожалению, подошло к концу. Тема бездонная и наверняка будет обсуждаться и впредь. 17 апреля, насколько я понимаю, окончательная дискуссия по генеральному соглашению намечена. Нет, дискуссия будет продолжаться. Есть вопросы. Дискуссия идет постоянно. Но нет того, что 17 апреля будет уже принято какое-то решение? Ну, мы надеемся, что принято. Но дело в том, что вам должно быть поддержано более чем... Ну, более чем 300 крупнейших работодателей должны ознакомиться с этим соглашением, вот, внести там свои мнения и подписать. К настоящему времени сколько ознакомились его? Я вам сейчас так не могу сказать, да. Хорошо, спасибо. А вообще в плане, если все у нас пойдет так, как задумано, что в силу это соглашение может вступить в следующем году, с 1 января 2019 года. Спасибо большое, Евгений Сервудс, глава латвийского процесса строителей, был у нас сегодня в гостях. Я Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копейн. Всего доброго и до свидания. Да, спасибо за внимание. Спасибо за внимание.